Привет зритель! Очередная сказочка. Ну или типа того. Если ты вдруг заметил какие-то сходства с кем-то, то это тебе показалось. Незаконченная история одного животного. Не бывает страшных женщин, бывает мало водки. Так гласит скифославянское предание. В этот раз водки было более чем достаточно, а потому Марс Трашилла, расставив нижние копыта на ширину плечи спустя 9 положенных человекообразному животному месяцев, осчастливила психдиспансер появлением на свет дьявольски своего отпрыска. Малыш мог бы стать вполне нормальным созданием скифославянского дьявольского мира, но вот гены ведь родителей не выбирают, а тем более матерей. Самка скифославянского племени с инициативным зовом Марс Трашилла по внешности своей была мало сказать ужасно, неимоверно страшна. Проще говоря, мухомора Чернобыля выглядит намного симпатичнее, чем ужас по имени Марс Трашилла. Просто в полное отсутствие водки в районе ее обитания от Марс Трашилловского истинного лика воротила даже ее семью. Конечно, это был сильнейший удар по психике животного, пусть и человекообразного, что впоследствии незамедленно сказаться на ее отношении с обществом. При этом парнокопытные считали Марс Трашилла истинно своей, а вот люди с этим были проблемы. Да и сама Марс Трашилла при взгляде в зеркало дико пугалась, отчего и жила последние более четверти века в местной психушке. Но ученые мира сего помня, истинно скифославянское предание регулярно поставляли ей водку во избежание нервного срыва. А, надо заметить, срывалась она частенько на совершенно потусторонних личностях, поэтому, выпив с утрица ведерко горькой, Марс Трашилла часами любовалась зеркало, ведь, как известно, не бывает страшных баб, а бывает маловодки. Вот просто Марс Трашилла подрастал, и добрые врачи легулярно справляли его в разные племенные союзы необъятной скифославянской местности, дабы хоть как-то оградить от страшной бабы, и, возможно, доведя до инициации, сделать из бедного существа человека 2310-30 10-03-10 Сказочное число! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!